Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для начинающих садоводов и огородников. Наконец-то и к нам в Сибирь пришла весна. И несмотря на то, что вот одна часть огорода у меня вот в таких сугробах, еще метровые сугробы есть, то вторая часть огорода у меня уже оттаяла. И я сегодня пришла обрабатывать батун. Потому что эта культура очень рано показывается из земли и она требует ухода уже сейчас. Сегодняшняя тема такая. Нужно ли подкармливать батун? Чем можно подкармить лук батун? И вообще, когда его нужно подкармливать, когда не нужно, какого возраста. Короче, все сейчас это буду рассказывать. Подкармливать батун нужно, но только тот, который растет уже несколько лет, 2-3 года. Новый молодой батун, который вы садите и удобряете грядки, сразу вносите удобрение в грунт, в подкормке не нуждается. Если вы осенью посеяли молодой батун и вот такая вот, как перегнойную землю добавляли в грядку, то сегодня, нынче весной, азотосодержащее ему не нужно. Вот у меня куча лежит на пленке, видите, куча. Это перегной. Мне в том году муж наносил, и я все грядки, которые делала осенью, вот я садила под зиму лук, весь батун, короче, делала с использованием перегноя, потому что удобрения азотосодержащие бывают двух видов. Можно заводским удобрением, а можно перегноем. Я заводскими удобрениями стараюсь не пользоваться, я везде использую перегной. У меня все грядки, вот наполовину из перегноя, вот они они. Вот этот батун у меня растет уже 2 года. Вот он показался. В прошлом году я его почистила, присыпала перегноем, все, он у меня прекрасно перезимовал. И нынче весной мне, вот в таком случае, если он с перегноем, нужно только разрыхлить и перемешать весь этот перегной с грунтом, в котором он живет. Все, я сыпать заводские удобрения не буду. Я его сейчас подстригу, прорыхлю. Вот ножницы у меня вот так вот подстригаем почти до самого основания, прорыхлим, перегной сейчас во время дождей, во время полива будет удобрять, там такой же азот. Вот, у кого нет перегноя, можно подкормить или комплексным удобрением, вот гиамофоска, нитрофоска, различные, или даже просто простым азотосодержащим удобрением. Просто запомните, что весной мы удобряем в основном с повышенным содержанием азота. Это для быстрого, активного роста, для наращивания зеленой массы. Вот батун, чтобы у нас быстрее рос весной, ему нужен азот. Я азот ему задала в виде перегноя, там есть азот. Если у вас нет перегноя, ну вообще лучше, конечно, заготавливать сразу осенью или весной где-то покупать. Если нет перегноя, тогда, пожалуйста, вам остается пользоваться заводскими удобрениями. Вот таким должен встретить батун весну. Коротко подстриженным, прорыхленным, почищенным. Все. Он у меня и так был чищенный, но вот эти вот сухие, мы до самой осени, сухие надо обрезать под самый корень. Обрежете, весь сур соберете, прорыхлите, все. Он буквально через неделю на солнышке даст много зеленого пера. Вот, значит, подытожим. Если перегной был добавлен в грядку с осени, можете не подкармливать. Если почвы бедные, то лучше добавить комплексное удобрение, чтобы он не был хиленьким, слабеньким. Все, вот этот короткий видеоролик, это о том, что нужно сделать с батуном на самых-самых ранних сроках. Потом, конечно, может быть, вы его как-то будете сеять другой. Этот будет, будете убирать старый. Я потом расскажу, через сколько лет нужно менять батун. Но вот в данный момент, когда только сошел снег, пожалуйста, прорыхлите, подстригите. Если есть нужда, подкормите. Все. До свидания. Вот еще хочу сказать, такой же процедуре мы будем подвергать луковые грядки. Если лук посажен под зиму, то же самое, как только сойдет снег и грунт будет, как можно будет обрабатывать, нужно вот эти все междурядья, как только покажутся кончики лука, все прорыхливать. Рыхление весной. Это самая первая необходимая процедура, чтобы почва насыщалась воздухом. Если она вот такая удобренная, как у меня, у меня здесь перегной, очень хорошая рыхлая грядка, я ее прорыхлю один раз и все. В следующий раз я приду только полоть. Мне не садить лук не надо будет, не удабривать. У меня я все делаю с осени, потому что знаю, что весной и так много работы в саду, и с рассадой, и со всем. Все грядки делаю по одному типу, все перегнойные, все рыхлые, все. До свидания. У кого какие-то вопросы дополнительные возникают, на страницу в Одноклассники заходите. Я каждый день там бываю, почти всем отвечаю. Сегодня мы обработали батун и подкормили тюльпаны. Все, завтра у нас будет другая работа. Каждый день, вот сейчас началась весна, и вот именно апрель завтра или послезавтра начинается самый интенсивный вот этот месяц. Будем рыхлить, подкармливать, пересаживать, что-то там, посмотрим, что-то погибло, не погибло, какие-то цветы, может быть, замерзли. Будем восстанавливать все это. Апрель месяц для огородника, садовода, самый-самый такой сложный, напряженный. Вся эта рассада, все цветы, батуны, сейчас вылазят уже и тюльпаны, и нарциссы, все надо рыхлить, все надо подкармливать. До свидания. Надеюсь, у вас тоже оттаял кусочек земли, где можно порадовать руки, повозиться с землей. У меня вот, видите, как тут сугробы метровые, а тут я уже занимаюсь, выращиваю растения. До свидания. Всем удачных работ в саду. До следующего видео.